Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Екатерина Вишнева «Торгуем металлами». И Екатерина, наш коллега из города Наровля, Беларусь, уже с нами. Приветствуем вас! Всем здравствуйте! Мы сегодня задержались. Давайте тогда сразу демонстрации рабочего стола посмотрим. Давайте! Демонстрация хочет подгрузиться. Пройти по ссылочке, подгрузить. Правильно? Ну да, сейчас обязательно. Да, давайте. Сейчас, коллеги, мы узнаем все про металлы. Ваши вопросы в чате можно Екатерине уже писать. Спасибо. И скоро мы узнаем всю правду про металлы. Все, вернулись. Видим хорошо, Екатерина? Да, все отлично. Так, хорошо. Значит, начнем. Давайте золото посмотрим сразу. Так, на четырехчасовое. Вроде как оно хочет и откатить у нас. Ну, я бы сейчас не стала заходить, я бы немножко подождала бы, конечно, откат и слеглонг на 1280. Хотелось бы туда, конечно, коррекции. Сейчас посмотрим. На днефте у нас сформировался такой восходящий канал. Нижняя граница 1260 у нас. И верхняя у нас будет где-то 1380. Так, по неделе посмотрим. По неделе у нас формируется такая трехстричная конфигурация «Утренняя звезда». Так, она означает, что мы должны идти вверх. Если мы закроем эту недельку хотя бы на уровне 1295, где-то вот так, то я думаю, на следующей неделе мы дальше продолжим идти вверх. Пройдем уровень 1300. Ну, тогда будем смотреть дальше движение уже вверх к верхней границе канала, это 1380 где-то. Вот, но я пока бы не стала заходить, подождала бы эту недельку, как мы закроемся, и тогда уже на следующей неделе можно смотреть. Вот, либо подождать отката хотя бы в 1280, ну, и чуть ближе. Ну, попробовать зайти в лонг, короткий стопик какой-то поставить, ну, и тогда уже ждать. Вот, это по золоту, по серебру. Тоже у нас на дневочке вот такой восходящий канал сформировался, где низняя граница у нас будет 1650, верхняя граница 1920 где-то. Тоже смотрим, сейчас идет у нас такой откат, я бы подождала откатик до уровня где-то 1680, 1695. Вот, и оттуда уже пробовать становиться в лонге, потому что по неделе у нас тоже такая трехсвечная конфигурация, такая же, как и по золоту формируется. Если мы закроемся хотя бы вот на уровне 1720, немножко выше на этой недельке, то тогда будем дальше рассматривать лонги до уровня 1820. Ну, и дальше, если будем закрепляться, тогда 1920 будет. Вот, это по серебру. Значит, ждем откатик какой-то, вот, ждем, как закрываем эту неделю, и тогда уже на следующей неделе будем точно знать, куда нам какие позиции становиться. Коппер, по-моему, да? Игорь, у меня слышите? Да, абсолютно правильно, Коппер, да. В разных системах по-разному, но Коппер это медь. Екатерина, ваша картинка ушла пока. А, вот сейчас появилась, ага, все. Так. Меня слышно, да? Было видно, слышно или нет? Да, это видно, слышно, просто ваш график ушел. Вы, видимо, Коппер ищите, да? Я вот, я начала, я смотрела, по-моему, видно, да? Да, вот сейчас видно, ага. Так, и что? У нас тоже здесь такой восходящий канал, это у нас недельный канал. У нас зеркальный уровень, мы, как видите, 3. И закрепляемся сейчас над этим уровнем. Ну, я думаю, тоже идет вверх у нас до уровня 3.15. У нас здесь где-то мы, если пробьем этот уровень, верхняя граница у нас формируется по медиа, это 3.65. Вот, я думаю, мы будем туда стремиться, и вверх. Ну, если кто-то в ЛОН хочет входить, тоже нужно подождать отказ хотя бы, либо подождать, чтобы мы эту недельку уже точно закрыли, еще 3.00, и тогда уже заходить в ЛОН. Либо можно попробовать, там, даже на этой недельке заходить, стопик поставить чуть ниже 3.00, и попробовать постоять уже тогда до 3.15, посмотреть, как мы этот уровень будем проходить. Ну, и дальше, верхняя граница канала, да, 3.60, 3.50. Ну, и вот так вот, такое мы видим. Я понял вас, ясненько. Хорошо, спасибо большое, Екатерина, вам за ваш обзор. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Как сейчас и ваша активность торговая? Какие результаты за последние недели, пока мы вас не видели? Результаты хорошие. Я вот в пятницу заходила, я стояла в серебре, подкупила еще в пятницу на уровне 6.00, и вот вчера под выключением закрыли на 17.00. Я уже закрыла все позиции в серебре. Сейчас хочу посмотреть, как мы эту недельку отработаем. Вот, и уже тоже рассматривать чуть поменее сейчас точку входа на лун. Ну, и будем заходить посередине на лун. Вот, пока позиции больше нету. По австралийскому канадцу у меня по стопу вчера выиграла. И по евро в австралийскому я тоже заходила в шок. Больше таких позитивов нету. Посмотрим эту недельку, как мы будем торговаться. Я понял. То есть, а в австралийскому канадец вы больше не верите, да? Я так понимаю. Нет, я буду заходить, но я вчера Мария Юсанникова послушала, она ожидает, что мы еще ниже. Ну, не знаю, я посмотрю, если пойдем все-таки, как она считает, там, по-моему, 0.97, ну, либо 0.96.50. Ну, тоже буду смотреть, свечнили, какие конфигурации. Буду опять, наверное, углом проходить, мы посмотрим, как она ожидает. Ну, пока постою в стороне, пока... Я понял. Сегодня, конечно, так хорошо, вчера вверх прогулялись, и сегодня мы не идем. Я думаю, посмотри, может, даже из этих уровней посмотрим, как сегодня мы будем закрываться. То есть, можно опять зайдем. Я понял вас. Вы знаете, я эту пару редко торгую. Сейчас я в плюсе, там, 10 центов, да? Давайте я, наверное, закроюсь, просто, ну, чтобы не стоять в рынке в этой паре. Я за ней внимательно не слежу, а вы внимательно следите. Поэтому, когда у вас будет идея входа снова по ней, мы тогда вместе и зайдем туда. Да, рассмотрим, какие будут свечные конфигурации. Как закроют вообще это? Ну, и потом, если будут какие-то идеи, я обязательно скажу. Да, хорошо. Потому что я вижу, что мы вошли в это поле 6 октября. Уже достаточно долго, смотрите, идем в широком боковике. И поскольку мы пришли сверху, можем уйти вниз вообще-то. Вообще не факт, что мы сейчас тортанем наверх. Поэтому, конечно, за этой парой тоже надо внимательно наблюдать и торопиться с ней, с покупками, наверное, пока не стоит. Хорошо. Поняли вас, Екатерина. Спасибо вам большое за ваш обзор. Хорошего дня и удачи на рынке сегодня. С вам всем тоже хорошего дня. До свидания. До свидания. Продолжение следует...